Ну что, друзья, всем снова доброе утро. Мы снова на нашем любимом месте. Если вы помните, ровно год назад мы остановились вот здесь, в населенном пункте Малга Ягоднинского района Магаданской области. Место, где прошло мое детство. А это была наша речка Вонюшка, с которой мы переходили. Там дальше большая река горная, на которой мы рыбачили. Там была купалка детская. Это такая была просто повседневная речушка, куда можно было прийти рядом с поселочным. Вот мы приехали тоже сейчас с утра. У нас 10 утра. Сейчас умоемся. Паста у меня, да. Сейчас умоемся и заедем в Тутнини и Дядь Вове Свеколкиным, нашим уже хорошим знакомым. Пойдем блинчиков. Проедем по поселку, заснимем в этот раз то, что мы не показали вам. Ко всем, кто есть, постараемся заехать. Кто нам откроет, кто с нами поговорит, заснимем. Кто не захочет, ну, значит, не захотели, мы попробовали. Умываемся и едем снимать фильм про Малгу. Вторая часть. Поехали. Ну что, сполоснули машину. Умылись сами. Протерли всю пыль, которая набралась в дороге. И опять мы находимся на центральной улице поселка Тоскан. Кстати, отдельное привет передаю Олегу Гранкову. Олег, как обещал, опять приехал к твоему дому. Вот там дядя Вова. Сейчас. Там уже нас зовут. Закрывай. 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 Вот. Опять у дяди Вовы. В гостях. Дядя Вова, как у вас дела? Отлично. Очень даже хорошо. Год прошел, а как будто вчера было. Да. Год уже прошел. Да. Закрыв все еще висит. Мы тут, вот, вот, наше напоминание, что мы здесь были. И мы перед вашим только вам зайти. Мы сидели, разговаривали, вспоминали. Вот только за Богдану, я говорю, они приезжали. И он бежит, Саню, как говорит, Николай, когда он приехал? Он же будет написать, Булычева. Я не знал, что будет снимать. Ничего страшного. Это самая лучшая демпровизация. Давайте сначала покушайте. Ну что, уезжали, был один трактор. А приехали уже два трактора. Сейчас поедем, съездим туда на кладбище до стариков. Давайте, давайте. И после этого уже заедем к вам. Ох, морковочку мы в том году здесь наелись. Вижу, езжал. Ну, сорви по одной. Вот мы с дядь Вовой прогуливаемся по центральной улочке. Вот делал. Я с той стороны покрыл уже вот эту крышу. Там же все разломали, да, и хотели разбирать. Здесь не успел. Вот, видишь, где вы, из-за гаража. Видишь, сколько прокопал белорусских. Чтобы зашел, да, туда? Чтобы трактор, чтобы машина. Мы вот вездеход сейчас должны приехать на рыбалку ко мне, ребята. Авиалис охрана. Я низ углубляюсь сейчас, понимаете, понял? Чтобы вездеход зашел в ворота, пацаны приедут. Андрюха Фантик приедет. Ты уже шли. Ворота-то есть где взять, да, здесь? Ты ворота, там, ферма полностью. Ты же сам знаешь, сколько ворота. А кто там едет на тракторе? А это чашкиные работники. Ну что, пока мы стояли с дядь Вова и у магазина. Вон она, она, чашкинская капуста. Вот она, она, жизнь деревни. Еще кипит, да, дядь Вова? Ага. А кто работает у него? Кто-нибудь из наших есть там? Нет, это все есть с ягодной. Все с ягодного, да? Ну, жалко, что Михаил знает. Ягодинцы все. И рукой-то махнуть некому. А вот это, одного я знаю. Сейчас, Михаил один. Михаил, привет! Привет! Как дела, мужики? Нормально. Как капуста? Чашкинская? Славе привет! Сейчас гараж делаем. Ну-ка, дайки, пока. Горщины лет. Работает. Дорогу будете ехать кушать. Да. А, самое вкусное. У нас в ягодной. Вот, в ягодной. Баган, вот привозим. Упал телефон телефон чуть-чуть. Все, а он здесь не нужен, все равно ловит. Вот они, они окрестности Малги. Вот в этом доме кудрявцевы жили. Там в крайнем доме Богданы. Белявские жили. Зворыгины. Часть Тихого двора. Здесь у нас гараж впереди. А, так вот Богдан это, да? Да, 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 да. И Саша Богдан. Привет, Саша. Привет, ребята. Спасибо, что пришли. Так, здесь крайний дом, я уже не помню кто. А в конце здесь жил Паша. Паша Мамренко. Гараж здесь. Ну, там дальше кузня была. Давай я про рулю, ты постараюсь. Порулишь попозже, обязательно. Справа кладбище начинается. Она прямо в лесочке, да? Да, прямо в лесочке. Сейчас заходим на кладбище. Не знаю, надо снимать или не надо, но я поснимаю, потому что как минимум мои родители, чтобы посмотрели. Ой, ребятки, смотри, сколько. Ничего себе с собой. А это не короче, да? Те, которые уже просто морозом побиты. Да, наши вот они. Успела? Да, потапываю. Это дядь Витя. Получается, бабушка моя и дед мой, Семен Егорыч. Ну что, вот такая сейчас, вот так сейчас выглядит дорога на 9. Мы сейчас едем в районе 6, подъезжаем к 6, и вы можете заметить, что заросло все просто напрочь. Та широченная дорога, которая была, сейчас превратилась в какую-то вот такую одноколейную дорогу, наверное. Насколько мне не изменяет память, поворот на 9 был сюда. Вот она, 9 известный. Ну что, приехали мы на 9. Много кто просил, чтобы я подснял, как там сейчас все на 9, дело обстоит. Ну и с последним, вот эту вышку мы строили с ребятами, по крайней мере достраивали точно третий этаж. Леха Лепилин, я может быть найду видео и поставлю сюда кусочки этого видео, как мы ее строили. Саня Швили, царь своему небесный, Леха Лепилин, Женя Мамарь, по-моему, Ваня Лысый. Вот такое дело мы тут учутили. Сейчас, не знаю, все, наверное, уже такое, конечно, на грани. Вода по-прежнему чистая. Вот она, он известный, 9. Пятая, известное озеро, где все мы дружно всегда отдыхали, всей Молгой. Вон там все эти уточки, ой, какие уточки. Влада, смотри, какие утки. Ох, какие они, вот они, они родные. Кстати, с первого числа открылась охота и на Молге очень много охотников. Пойдем покажу еще, там дальше был лягушатник, так называемый, для детишек. А вот здесь уже был, собственно, сам лягушатник. Здесь всегда костерчик жгли, сушились. Детишки все здесь, вода в разы теплее. Вот здесь вода точно будет теплей. Ну и вот этот бережочек тоже, я помню, прыгали. Коса тут была все здесь. Вот такой вот он, 9. Там мальки всегда, мальков было куча. Пойдем? Ладно, поехали, сейчас заедем через... Назад поселок нам... Сегодня уже надо выезжать. Вот здесь я на мотоцикле улетел. Подняли знак, валялся он. Атынах, Восток, Ягодная. По этой трассе всего 84 километра. Но мы, в связи с тем, что по этим дорогам никто не ездит, вы посмотрите, какое количество здесь шиповника. То есть теперь можно смело отходить 10 метров вот сюда вот от дороги и собирать этот шиповник, потому что ну все. Машины не ездят. Ничего здесь нет, трассы нету. Выхлопов нету. Вкуснотища. Это он со спелой. Не, надо без веточек кидать. Вечерочком чай запарим. Ты реально с веточками кидаешь? Да. Это косяк. Вот так кидать? Да. Ты косячишь, малыш. А в тайге косячить нельзя. Друзья, нет ничего лучше, чем приехать с материка к себе на родину. И после первых заморозков есть вкусный, созревший, мягкий шиповник и зарядится витамином С и энергией Колымы на всю зиму. Что еще наберем для чая? Жена моя любимая сейчас наберет. Мы вечерочком запарим чай с шиповником. Какая вкуснятища. Вот это да. Вот это вам. Фрукты. Я скучаю по шиповнику. Там он совсем другой. Вкусно, да? Жена у меня второй раз на севере. Ну, я имею в виду второй раз именно здесь, в Магаданской области. Говорит, шиповник самый вкусный. Ладно, мы покучаем и едем дальше в поселок. Вот такая она земля Колынская. Поехали, жена. Я влюблена в это место. Мне правда очень нравится. И я правда не понимаю, почему разваление такое поселок. Люди живут молодцы. Без ума свеколкины. Они очень классные. В общем, круто. Здесь природа нереальная. Тайга кормит. Шиповник, брусник, голубика, сланик. Все здесь есть. Черная смородина, красная смородина. Черемуха. В общем, есть все, что нужно. Я понимаю, как отсюда можно было уехать. Я могу, конечно, понять, что там перспектив где молодежи не было. Еще что-то. Мне здесь нравится. Здесь утокаешь. Так, в этот раз. Что в этот раз снимать? В этот раз, наверное, сейчас проедем мимо огородов. Заедем к Тамилиным, заедем к Лепилиным, к Чашкиным. Ну, спросим, спросим у людей, как они здесь живут и посмотрим уже на месте, что здесь. Ну, что, мы вернулись в нашу родную деревню, а здесь дядь Вова уже собирается, как я понимаю, поднимать рядки или что-то типа того. Пойдем посмотрим, что он там будет поднимать. Вот так вот. Казалось бы, а вот там, смотрите, капустка. А вот здесь картошечка. Я посмотрю, как работают на севере. Дядь Вов, ну как, ты все уже начинаешь? Пока вы ездили, видишь, турнет такой вырос. Смотри. О, сейчас мы его оприходуем. Я ножом и пошел. Отлично, отлично. И горох, видишь, и горох. Сейчас мы его оприходуем. и турнет, все. А вон Оля идет. Оля, привет. Как дела твои? Ты откуда? Как там? А Слава там на месте? Нет, он поехал на 240 скрываться. Да? Ладно. Ну, бате, привет. Всем привет передавай. Хорошо, да? Ты посмотри. Мы сейчас попробуем его. Его же есть можно? Конечно. Турнепс. Турнепс. А он? Это то, что мы ели. Вот она, она. А мы в Лиссабоне и Португалии искали. В Белоруссии искали, не нашли. На Молге нашли. У дяди Вовы. На Молге все найдет. Да. Дядя Вова, что делать сейчас будем? Сейчас все, будем поднимать. Картошку. Картошку копать, поднимать. Давай, посмотрим сейчас. Ходил туда ходить. Медведь там на кладбище, да? Медведь ходил, вот когда мы ходили уже на родительский день, уже медведь там повырывал. Мы его спугнули, мы его пугали. Ну что такое памятник? Я так повырывал, пингви все, да. Прям памятники. И там что-то там и пахло. It's the dream! Вообще дальше-то что планируете? Ну, Бог даст здоровья. Бог даст здоровья. Мы еще перезимуем. Я думаю, да. Конечно, хорошее насиженное местечко не хочется оставлять. Оставим другим. Тут у нас желающих очень много с ягодного. И местные тоже желания есть. У нас участки очень хорошие. Пусть сажают, сеть, вот все тут обработали, все убираем и все так по совести оставим. То есть не просто бросаете, да? Мы не бросаем. Ну, что и планируем. Еще зиму перезимуем. Бог даст здоровья. Мы еще лет потрудимся. У нас заказов очень много. Особенно вот у детки маленькие. В общем, нам сколько всего сказали сажать. Все, если мы это выполним и будем в глубокой осени уже уезжать. Технику мы уже почти всю продали. Сейчас вот ждут осени. Большой трактор забираем. Второй трактор уезжаем. Вот. А потом, я думаю, через годик мы приедем. Мы, может, даже созвонимся и все вместе приедем. Все так прилетим. Значит, договорились так. На следующий год, летом, мы опять приезжаем. Третий раз. Третий раз. Устроить встречу Молгинцам. Встречу Молгинцам на Молге. Это просто честно. Здесь на Молге. Все, кто может, приезжайте. Следующим летом здесь будет встреча Молгинцам. Приезжайте. Да. Как раз после посадки мы с посадкой управимся. В конце июля, в начале июля. Не, не, нормально. Мы же это. Пускай кусают. Вот. Так что приезжайте. Мы всегда рады. И спасибо вам большое, что приехали. Нас не забывайте. Мы очень рады. Рады. Мы даже все дела отложили, но мы внимания вам. Мы тоже рады, что приехали к вам. Всем большой там привет. Особенно Галина Семеновна, вашей маме. Очень хорошая. Жалко было, что она очень уехала рано. Надо было до конца с нами находиться. Техники сейчас много. Мы бы тогда еще чаще приезжали. Мы бы на все лето приезжали. Да, да, да. Ну, в общем, все отлично. Пока силы есть. Бог дает нам маленечко, потихонечку. Сильно мы не жадничаем. Ну, правильно. Да. Сколько можем, столько и работаем. Молодцы. Да. Сейчас убрал. Она просохнет. Да. Вот сейчас она всохнет. И я раз-раз-раз-раз-ляду. Все. Николаймей хорошая. Нифига Николаймей такая картошка, да? Мы все уже, выезжаем. Как бы не грустно было, говорим пока всем. Да. Да, всем почем привет. Вот еще кто-то едет. Перуза, Паша приехал. Опять сейчас нахожусь. Бабасян, Леха. И у-у-у-у, не готова. Здравствуйте. Здорово. Здравствуйте. Ну, че вы за въезд плату платили? На охоту. Здравствуйте. Привет. На охоту все. Здорово. Здорово. Здорово, Леха. Благодарим. Молгайся, да? А жила, блядь. Да, здесь точно есть. Да, собака? Сейчас в Молгай приехал. Нормальненько. Ну, че, на охоту? На рыбалку. На рыбалку. На рыбалку. На рыбалку. Немного. Охота, рыбалка, вода. Вот люди, да, же, оказалось бы никого здесь нет. Да, но как никому. Здесь всегда есть кто-то. Да, здесь никуда. Мужики, ну расскажите, что, часто вы сюда приезжаете? Каждый год. Каждый год. Каждый год. Два раза в год. Ну, Паша-то я, Паша по три раза в год приезжает. Он местный, он даже прописку не менял. Да, да, Паша по чашу. Не, я два раза в год приезжаю. Молодцы, молодцы. На рыбалку, значит, на охоту, да? Так это для тех, видом. Побраконьерить не можешь? Да, да. Побраконьерить не можешь? А, видали, да? Да. Так они ничего, сколько проехали. Дядь Нина с День Вова встречают? Конечно. Лешка, таежник, старый таежник. Это что? Николай, ну это тебе там разливное. Это вино. Вино. Масло. Не могу, не выезжайте. Смазывайте. Мы не должны платить. Колеса смазаны. Смазывайте. Богдан, не вовремя. Ну вот зачем принял я хоть бы заначку и... Да мы вовремя взяли. У нас там поднятый картош. Богдан, пройдут они на этом моху? Ну да, мы первые проехали. Вообще спокойствую. Там немного какого. Ну на крайний случай пусть этот идет вперед, а этот за ним. случае чего там все понятие я я же сквозь колымы на не настолько давай приехали покажет всем вот тогда неожиданно неожиданно всем 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 все увидят все потом я смонтирую в интернете будет давай давай приехали начало охоты рыбалки хорошей за удачу привет всем чаще подожди сейчас принесем сейчас подъедте картошки так а мы зачем подъехали маме маме прям целую мы иногда на праздник собирались мы так плясали жених у нас один на пятерых был привет мы плясывали мамка коньячка принесла и мы тут зимой подмороз нарядить все эти дни берем давайте хорошо приехал с другой увидел бы мой взгляд сейчас поедем заедем через через тамилиных лепилиных и чашкиных дядя витя пойду поздороваюсь дядя витя здравствуй как дела ваши богдан это как ваши дела привет как дела ну как не разговаривал здороваться все нормально как дела узнал узнал всех мамка привет здоровье здоровье ей передай поклон и уважаю здрасьте а ваша как где маша никого нету здесь можно в магадане магадане они богадане торгуют чем не знаю ну как чем что растет тему торгуете да попросила зочек черемуся я ну пойдем а здесь никто не живет да в этом доме себе хороший дом переезжай растаде ну чуть-чуть но это денисова галка вот с радионыча вот я вагончик забрал к себе под буран не себя рыбакам да ну как же как как живет скребешь и бульдов переезжать никуда не думаете нет ты чё ты чё мне тоже в чем город не есть да вы чё охренели ну ты живешь в тайге это не тайга это жизнь вот этого живое все а в городе в городе там роботы ходят тут людей не общаться несколько я так раз уже я не говорю что я прав а там людей много а толку мало все равно общаться то у вас все равно круг 5-6 человек чтобы тот 56 а мы тут все общаемся где-то ругаемся где-то спорят но мы общаемся я пошел в гости ко мне пришли в гости не смотришь на время лишь бы на муге видите без часов к нам не нужно про отчетами вовремя солнце встало надо просыпаться не засел мы встаем по работе на там скотину до покормить или полоть мы встаем боль они ну правда в сельском хозяйстве выходных нет все равно или сегодня скотину кормить завтра поливать после завтра полоть череда есть я в выходных нет мы их делаем такие слава но все равно я им чем углу ваших садовить сколько народу здесь осталось плепилин и чашкина плепилин 2 чашкин 2 все по 2 ля 2 3 мин 2 а где ты живешь только ну в россии петербург и ярославль как владлена владимир и лишь ленин как я вот тут мы . жили не мы-то живем а он жил он и вот он вон потом вон там потом вот здесь разобрали а потом воз в том году кстати также приезжали в отеле я ехал а никого не было в поселке я только городе живи я вернусь что я там на приеду и как цветок на подоконник но в моем возрасте куда я подводах на все одно вот что я увижу в окно так оно и будет до смерти тут тут я двигаюсь тут я рыбачу тут я двигаюсь это мое родное я могу вспомнить любую дата сейчас поедем доедем до чашкиных поедем до лепильник ну хотя бы здесь там поздороваться поздороваться дачу да да пойдем дальше идите как я говорю это мы любят ладно все поехали давайте давайте давай руку все давай удачи и поэтому я говорю желаю вам чтобы было ну проще последних 20 лет его больше солнечных дней его на то что будет дождик будет дай бог чтоб не было цунами вашей семьи спасибо спасибо все долгий тех пусть пройдет все хорошо зонтик наденьте пройдет и хорошо спасибо маше привет большинство до свидания мамки пока обязательно передам спасибо пока так здесь у нас был старый школьный гараж здесь музыкальная школа здесь вот жили казаковы сейчас вот тут вылепили на угодья такие вот большие 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 так здесь жили соколовы тут наташа дядь сережей там жили звонарёвы вот приехали к нашему фермеру вячеславу чашкину сейчас поздороваемся едем дальше вот приехали к нашему фермеру какие-то новые штуки для полива у него ну вот это успешные фермера те кто остались здесь у нас остались таких два фермера это лепили и это вот слава чашкин ну все 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 не ругайся не ругайся аккуратно смотри аккуратно он такой может укусить видно мы в том году приехали сняли фильм а все сказали как-то ты к славе не заехал да да заехали вот уже все подсняли весь поселок отсняли вот остались ну в двух словах как вы здесь собираетесь не уезжать не собираетесь пока нет еще далеко отлично это хорошо как здесь живется все нормально так же все хорошо все говорят что никто уезжать отсюда не хочет либная установка итальянская она получается как то есть это теперь место ддн да короче ее устанавливаешь на краю поля трактором подъезжаешь вон видишь тележечка такая из этого да 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 оцинкованная вот ее цепляет и он раскатывает раскатываешь на длиной 400 метров почти и вот включаешь под давлением воду подаешь специальное устройство и он начинает сматывать катушку эту катушка крутится шланг на себя наматывает подтягивает тележку поливается площадь 2 гектара с одной позиции то есть у меня таджики вы очень не знали никогда ее за два дня научили на матах конечно вера майнер а тут или еще такой же только поменьше да вот 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 этот этот поменьше да это на я взял на испытание как она будет работать все проверил разобрался какие а вот и а вот эти то что сейчас везде по европе едешь у них такие большие длинные трубы которые они перемещают да 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 это гораздо проще да проще тем более ну лучше чем ддн да он получается конечно затрат меньше раза два потоплю только ну немножко недорогая катушка ну а ставка больше миллиона обошлось все равно я думаю что отбивается да уже за два года ну удачи вам ребят молодцы он нам это вам удачи нам проще там там такой и дядюки сейчас секретницы от слепильными не поговорили вот уже второй раз ну мы хотели мы заезжали ну что сделать не поговорили так не поговорили все ладно еще раз пока вот так вот приехали к славе как обещал народ просил теперь все засняли как здесь слава живет вот его вся территория его угодья так скажем большие там вот тоже поклонники наши уже есть да так что такие дела ну сейчас проедем туда вниз долепилиных еще слава молодец что мне нравилось всегда в славе то что он всегда использовал какие-то инновационные технологии да у него вон там теплица какая-то он алюминиевая которую он с этими делает то все вот в этом конечно мне он очень нравился инновации как говорил дмитрий анатольевич медведев сейчас заедем еще клепилиным попробуем и все едем у нас по времени сколько местного вот так три часа мы только собираемся выезжать ну ладно сегодня доедем до куда доедем а завтра уже будем как можно дальше ехать это вот лепилины да а это это все лепилины а сейчас капуста она не очень хорошая сейчас въезжаем на угодья раз где территория лепилина вот хранилище да вот одно у нас хранилище второе у нас хранилище там баня построена здесь вот они здесь мелкие вот там баня маленькая куда мы ходили ну и там вот идет уборочная убирают как раз уборка картофеля идет если посмотреть вот там как раз это тоже все работают и слава выезжаем мы из поселка поселок наш туда направо а мы все уже дуем налево в этот раз конечно поснимали очень мало потому что все таки у нас был всего даже не один день с утра вот до трех часов все что успели поснимать но куда не заехали но зато много куда наоборот заехали заехали молодец очень хорошо заехали хорошие места поэтому все сейчас вот родной земли скажу пока и поедем родимой землицы где я рос где я жил скажу пока все поехали мы поехали поехали с богом едем на якутию типа даже дрались на мосту эльген смогут одни против других была такая цена хотя вот действительно два какая-то негласная вражда что ли это не было это да соперничество это была такая не злость не злобная какая-то вражда да просто было такое вот действительно уровень соперничества эльген то что от него осталось если он живет там кто-то не живет но похоже что живет кто-то потому что вот тут огурчики у них есть вот там тепличка прям доме похоже что здесь тот живет единственное что людей не видно это другое дело вот примерно так выглядит эльген сейчас вернее то что от него осталось и как и везде на трассе разбирают старые деревянные двухэтажные дома все очень примитивно их тупо разбирают на дрова для того чтобы в зиму и ночь в частности протопить свое жилище такое печальное зрелище может быть доедем до школы посмотрим туда вот там парк ведь это же поделим к ним на самом деле кто-то есть пробуем подъехать узнать сейчас подедем узнать какие-то люди как раз эльгенцы бы просили чтобы я узнал кто здесь что вот сейчас подъеду и узнаем кто здесь и что кто остался здесь кто не остался здравствуйте у меня богдан зовут я из соседней деревне ростом а вы сами сельгена ездили в том году фильм снимали про наш поселок про могу а теперь эльгенцы попросили заехать чтобы здесь рассказать вы самый коренной сельгена да а как зовут вас сергей а фамилия народ народ хоть посмотрит скажет школа это да школа детсадик дабы расскажите сколько здесь от народу осталось на эльгене 7 человек или 7 семей тем человек да я смотрю вот в двухэтажке да кто-то живет я там а все остальные все остальные в частных до дома я бы на крайне ну и плюс еще вы посчитали этих которые ребята наметят санкции да они отдельные там же ну не легенцы там же касаемо не ну а чуть субсидии получили жули я не получили а те кто получили тут есть те кто получили остались что не хотят уезжать не ну вот одна одни вот чем занимаетесь но пенсия хотя бы да есть вот что-то и все ли охота там рыбалка а так ничего не выращивать там-то все на многие он выращивают не там-то впервые но здесь ничего я просто помню там лико тимофеевич был или как потом получается это да был потом этих кого садиловую знаю знаю таких это кого я помню а так тут много народу потом там кузин в последнее время там был ладна ну все можете передать привет всем покажу все ладжи а я сам дорос на муде жил там вот сейчас вообще приехали центральной части россии пусть москвы приятно ладно удачи вам еще раз до свидания видал виду да покеда покеда лиса ах и хитрая по телевидно что вот и на эльгене кто-то живет ну что как мы видим и на эльгене живут люди семь человек осталось это конечно меньше чем на молге ну бегу с виду если на все на это посмотреть такое ощущение что здесь вообще никто не живет вот оказывается нет семь человек все-таки еще живут значит это был старый детский садик и также вот пятиэтажки известные эльгенские небоскребы которые по тем временам конечно это были такие крутые здания действительно у нас на многие таких не было у нас были только двухэтажные здания а здесь школу и двухэтажки вот они пятиэтажки 2 а вот школа эльгенская школа не знаю мы туда проедем не проедем да тут что-то все они перекопали можем не проехать ну она примерно была как у нас немножко по моему даже побольше сам спортзал где был могу сейчас точно сказать ну и вот еще дальше поснимаю что здесь здесь получается известная 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 остановка она у них была такая очень своеобразная не то что наша кирпичная такая вот своеобразная я помню когда мы приезжали сюда здесь останавливались я маленький ходил за нее туалет да простят меня инженцы ну еще раз хочу сказать что в эльгене дома были не просто как у нас деревянная очень много было панельных домов вот трехэтажные дома пятиэтажные дома то есть он такого был все-таки немножко под городской тип сделан так что вот друзья кто из эльгена можете посмотреть что сейчас стало с поселком ну и все здесь вот как бы заканчивается уже центральная улица насколько я помню налево туда уходила ферма поворот на ферму вот туда вот уходил поворот на ферму там дальше была ферма под сопочкой за нами остается эльген а впереди дорога на ягодку да ну и собственно и держим путь очень много поваленных деревьев времена на трассе из эльген объявленная не знаю чем известно просто очень ну а может быть лес горел или еще что то потому что там как-то все вот прям все повалено да горел лес и получается что там наверно просто его так специально выкорчевывали чтобы чтобы не перекинулся дальше это вот по дороге от эльгена охереть конечно до леса сгорела просто мам не горюй перемыли всю трассу вот посмотрите правил золото проходил золоторудное жило и это все место заработали на дорогу сделали блюзную дорогу там видели кто-то идет интересный человек сейчас пошел вверх на вверх да вот тут идет здравствуйте я там вверх ноги так да я к нам ну да 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 возьмем сейчас только вещи там разделы сейчас вещи разгребем и возьмем а вот это что за поселок перемыли это туманный был я думал этот верхний отуряк ничего не привели а вы сами отсюда с туманного субсидию не получали субсидию не получали три года мне в лакита три киншу так не получилось только еще и все ну вы даете а кто у вас вы один с туманного да здесь все там больше вообще никого нет никого больше вообще нет а сейчас все они отмыли здесь да и напрямую дорогу не сделали мост с той стороны подвели а что там золота не было не было да золота а здесь нет да ну там же как кто сидел там шахты закоплены золота ездай по ушам уезжать то собираетесь а куда мне ехать только на хладбище так некому а родственники там дети но так здесь и будете да на туман а чем занимаетесь чем занимаетесь ясно они намутили и сюда наверно а сейчас мутная не в туманном никого да нет 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 я вот и в смысле она там одна женщина живет до будет пусть таскань а как еще раз ее зовут Иванова Светлана Яковлева и чем занимаетесь там а вот рыбачил я уже не дважды а в аппусте у него а в аппусте у него и и у нее там наверно это там-то на где тосканы и колыма там хорошая рыбалка далеко далеко да она сразу у вас на пенсии есть нормальная пенсия хватает но грубо говоря если здесь тайга кормит так-то в принципе до приехал поесть еду путешествую с женой ты че как лысый где здесь ясно ты кто-то здесь мама сестра мы находимся в магнанской области населенный пункт называется ягоды что скажешь спишь германская солянка там не было воды там не было супа в солянке там в принципе и солянки то не было а народу мало да у вас вообще ну обычно или здесь алё 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 как страшно я вообще еду мне просто душа ушла в область попы и пяток капец как страшно а он закончился а он закончился в общем не сняла ну ладно пока 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 он